На востоке Казахстана участились лесные пожары. 16 фактов зарегистрировано всего за месяц. Самый громкий случай в Ридоре. Чуть не повторилась ситуация и в Новой Бухтарме, но пожарные смогли предотвратить масштабное возгорание. Теперь в регионе активно работают мобильные группы. Их главная задача – профилактика. Ведь чаще всего причина возникновения огня – человеческая беспечность, отмечают специалисты. Вместе с ними в рейд отправился наш корреспондент Анель Исенбертина. Эта база отдыха в Новой Бухтарме – та самая, где возник пожар на следующий день после Ридера. Там борьба с огнем еще продолжалась. Параллельно бросили силы и сюда. Всего за несколько часов здесь сгорело 8 домиков, кафе и баня. Но масштабы могли бы быть совсем другими. Это самое популярное побережье Бухтарминского водохранилища. Базы отдыха тут расположены практически друг на друге. Расстояние между ними всего метра полтора. И если бы пожарные не справились, могли бы загореться дома. А их тут около полутора тысяч еще и до леса рукой подать. Самрад Смоголов – командир отделения пожарной части в поселке Октябрьский. Вместе с коллегами прибыли сюда в числе первых. Вспоминает, было непросто. Из-за сильного ветра огонь распространялся молниеносно. На локализацию пожара ушло более 4 часов. Чтобы не дать огню распространиться, мы поставили автосоцирован со стороны лесного массива. При тушении пожара было страшно, когда начали взрываться баллоны. Аким поселка тоже приехал с дружиной добровольцев. Рассказывает, впервые увидел так близко работу спасателей. До этого взорвались два баллона. И перед моими глазами пожарный подбежал, схватил баллон и вынес его в безопасное место. Это уже героизм. Я даже сам не испугался, думал, вдруг он может взорваться в любой момент. Пожарные же смогли сберечь от огня и ближайшие дома и лес. Хотя так бывает не всегда. В Ридере, к примеру, ситуация вышла из-под контроля. И костер для шашлыка стал причиной масштабного возгорания, которое не только уничтожило больше 30 домов, но и унесло жизнь человека. И только в этом районе сгорело 283 гектара леса. Чтобы подобное не повторилось, в области создано 69 мобильных групп. И они с рейдами обходят как лесные территории, так и зоны отдыха. Вот с этого кострища, угольки, можно было разгореться. Пожар получился. Серико Разбаев – сотрудник Серебрянского лесничества. Под его видением 126 гектаров делится. Постоянно находят кострища, окурки. Причина пожара может быть даже совсем не очевидной. Пожар может вызвать любой. Вот эта окурка, например, они бросают, не туша. И бутылки, которые стеклянные, они отражаются солнцем и получаются в результате пожар. А вспыхнет это в любой момент, потому что сейчас дождя нет, сухость. Поэтому большое значение борьбе с пожарами имеют и новые технологии. Также мы активно используем космомониторинг. И на сегодняшний день уже нам позволило отследить 176 термоточек и оперативно принять все действия для того, чтобы ликвидировать пожары на ранней стадии и не дать им распространиться дальше. На сегодня мобильными группами проведено по области уже около 140 рейдов и больше 200 человек приличено к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Анна Лисенбертина, Жигир Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.